Универсиада будущих преподавателей стартовала в Елабуге. Самара, набережные Челны, Пенза. Десять педагогических вузов объединились под крышей Елабужского института КФУ. Здесь стартовал первый всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения». У молодых будущих педагогов часто складывается впечатление, что педагогика — это скучные конференции, выступления со статьями. И у многих людей тоже есть такой стереотип, что учитель — это Мария Ивановна, в возрасте, со сложным характером. Вот поэтому хотелось бы избавиться от этих стереотипов. Сегодняшний конкурс — это не только проверка педагогических знаний, но и находчивость артистизма будущих преподавателей. В рамках этого проекта студенты смогут посетить и мастер-классы казанских и елабужских педагогов. А главная интрига — победитель получает право на проведение конкурса в своем городе в следующем году. На самом деле, 1 сентября, когда я пришел в школу, ничего не предвещало беды, все было в порядке. Но единственное, что как я туда зашел, мне сказали, Сергей Михайлович, не ходи по грязному полу, и заставили его помыть. С какими трудностями сталкивается молодой учитель? Об этом с юмором рассказала зрителям и жюри в первом испытании «Визитка» команда «Совет-мопед» Елабужского института КФУ. Именно этому вузу выпала возможность открыть программу фестиваля. Кстати, елабужские студенты участвуют вне конкурса, ведь они являются правоприемниками педагогической универсиады. В течение 7 минут молодое поколение осветило немало проблем российского образования. Мы хотим показать, что учитель и ребенок – это не только два объекта, субъекта обучения. Мы хотим показать, что это взаимодействие, что это один организм, и что учитель – это одно большое сердце, которому тяготеет все ученики. Сейчас престиж в педагогической профессии несколько снижается. Не поднимается, а снижается. Далее – это то, что недолжное уважение идет к педагогу. И следующее – это, конечно, что не хватает финансирования в всей сфере образования. Мы решили показать эволюцию становления учителя. Как от маленького ребенка появляется полноценный профессиональный педагог. Что делают педагоги с одинаковыми подарками, которые они получают в свой профессиональный праздник? Какой самый необычный презент можно преподнести директору? Воспитанники просветительского центра школы современного лидера засыпали команды нестандартными вопросами. Во втором этапе конкурса – под названием «Разминка». Следующее испытание учителя нового поколения называлось «педагогическая ситуация». Здесь студенты должны были достойно выйти из сложной ситуации, что потребовало немало находчивости от участников. Педагог нового поколения, мне кажется, должен быть прежде всего креативным. Понимать детей и очень хотеть работать в школе. Конкурс продлится два дня. Пока же лидирует команда Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского. Завтра будущим педагогам предстоит сразиться в конкурсе капитанов и удивить зрителей инновационными проектами. Лисанга Птрашитова, Артём Пельтемов, Елабужская служба новостей.